В конце сегодняшнего выпуска мы отправимся с вами в далекое прошлое, в очень далекое, реально. Отправимся с вами в пещеру, причем физически туда с вами вместе сходим, в которой события происходили примерно 1990 лет назад, точнее сказать не могу, не был, не присутствовал, не участвовал. Но это в конце, в далекое прошлое. А сейчас, в начале выпуска, начнем мы его с путешествия в недалекое будущее. Недалекое будущее одного недалекого человека. А возможно, нескольких недалеких людей. Сегодняшнее заявление господина Пескова, он же пресс-секретарь так называемого Путина, ввело меня в некоторое смущение и, похоже, снова профессор Соловей может потирать руки. Профессор Соловей, который сообщил, что якобы Путин умер и давно уже лежит в холодильнике, и сейчас вынужден профессор Соловей каждый день объяснять появление Путина каким-либо способом, что этот, мол, из холодильника, этот из телевизора, этот живой, этот мертвый, тот настоящий, тот поддельный. Я думаю, сегодня несказанно рад следующему заявлению Пескова. Значит, у Пескова спросили на встрече со студенческим информационным порталом ГИМО-360. Почему он, интересно, называется 360? Потому что МГИМО, Московский институт международных отношений, вырастил 360 военных преступников, начиная с Лаврова, и список этот можно продолжать. Поэтому называется МГИМО-360. Ему задали вопрос в этом МГИМО-360, каким должен быть следующий президент России. И Песков сказал, таким же или другим, но таким же. Вот. Это очень странная история про таким же или другим, но таким же. То есть, как бы, или Путин, или другой, но тоже Путин, но такой же. Безусловно, всем нам эта фраза напомнила тем, кто смотрел классический советский кинематограф. Вот это скажите, а у вас нет такого же прохалатик, но с перламутровыми пуговицами. Вот и Путин. Есть ли такой же Путин, но с перламутровыми пуговицами? Возможно, действительно, версия Соловья права, и поэтому Песков проговорился, что будет такой же, но другой, но такой же. То есть, или на выборах будет Путин из холодильника против Путина из телевизора, или просто этот войник, поэтому он такой же, но другой, но такой же. Скал Песков, чтобы потом вы не обвиняли в каких-то фейках и попытке просунуть поддельного Путина. В общем, обрастает, обрастает байками версия Соловья, и слава богу. Дальше Песков заметил, но я искренне хочу верить, да, сказал, что Путин пока не объявлял вообще-то, что будет баллотироваться на новый срок, но я, говорит, искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом, и вдруг дальше добавил, а там видно будет. То есть сейчас не видно, потому что в холодильнике, но если победит и станет нашим президентом, его снова станет видно. В общем, последняя активность Патрушева, последние слова Пескова, последнее слово товарища Пескова перед приговором о том, что, простите, у нас летают тут всякие, бомбят всякое. Покажу вам потом в понедельник, как они летают и бомбят. Эти все слова как-то укладываются в эту всю конспирологическую теорию о том, что Путин не настоящий. Ну и давайте вернемся даже вот к таким обычным простым человеческим реалиям. До выборов в России осталось меньше четырех месяцев, до президентских выборов. Ни один человек не сказал, что примет в них участие. Даже в Украине, где выборы вообще неизвестно когда состоятся, может быть через несколько лет, уже есть как минимум два человека, которые говорили, что будут или не будут принимать в них участие. А в России Путин молчит. Что они выбирают, лучший момент и когда этот момент, под Новый год, под елочкой что ли, опять с этими переодетыми стюардессами, переодетыми в военных он будет это объявлять. Чем дальше, тем интереснее, чем же все это закончится. Кстати, чуть не забыл предупредить насчет стрима на этой неделе. Значит, стрим вместо воскресенья будет в субботу. То есть, время то же самое, 19.00, но 19.00 у нас в какой день? Правильно, в субботу. 19.00 по Израилю и по Украине. Те, кто смотрит, например, в Российской Федерации, в Москве, то 20.00. Вот, приходите. А-а-а! Приходите. Как говорится, лучше, как говорит украинская народная поговорка, лучше рано, чем никогда. Правильно же? А тут еще и «Экономист» подлил масло в огонь своей обложкой. Обещал я вам гадание по обложке журнала «Экономист». Специально вам вчера разослал эту обложку, рассказываю тем, кто не слышал. Журнал «Экономист» каждый год по традиции делает прогноз на предстоящий, в данном случае на 2024. Но прогноз не такой туповатый, типа «Земля наткнется на земную ось». Нет, прогноз в виде ребуса, шарады. Мы как бы сами, каждый, можем толковать, как захотим, и видеть то, что хотим в этом видеть. Так вот, разослал я в телеграм-канале Михаил Шательман с Киева. Можете посмотреть, внизу есть на него ссылка, подписаться и увидеть эту обложку, если вы ее еще не видели. Я думаю, что, скорее всего, вы уже ее видели в каких-нибудь других средствах массовой информации. И я присматриваться стал ко всем мелочам, которые там. Сразу скажем, что, во-первых, на этой обложке, которая называется «The World Ahead 2024» изображены четыре человека. То есть четыре человека, откровенно человека, почему откровенно человек, сейчас объясню. Будут отражать будущее нашей планеты в предстоящем году согласно журналу «Экономист». Это очевидно Джо Байден, очевидно товарищ Си, очевидно Владимир Зеленский и неочевидно Владимир Кузьмин. То есть четыре портрета. Почему не очевидно Владимир Путин? Потому что, если Зеленский изображен в своем ныне каноническом виде темные волосы, темная борода, Байден седой, товарищ Си пока еще не седой, то Путин изображен с густой белой шевелюрой. Прямо как Кобзон, в смысле. Ну, Кобзон с черным. Короче, как будто у него парик напылает. Это что вообще? Путин вошел в историю России как лысый правитель. Как вы знаете, в России действуют правила чередования лысых и волосатых правителей. Поэтому считается, что Патрушев не имеет возможности прийти к власти после Путина, потому что он лысый, такой же как Путин. А вот сын Патрушева может, потому что он глуповатый, но волосатый. И тут икономист рисует Путина волосатым. То есть, скорее всего, я думаю, здесь содержится как раз намек на то, что политкорректная западная пресса написать не может. А Песков-то говорит такой же, но другой, с перламутровыми пуговицами. То есть, в данном случае с седыми волосами изображен Путин. Что еще? Значит, видимо, наверху нарисовано, что у Путина и у Зеленского в голове. Если у Путина в голове Трамп со знаком вопроса, типа, как там Трамп придет к власти, спасет меня или нет, и голубь мира, у Путина в голове голубь мира, типа, не предложить ли мне случайно, не развести ли мне Зеленского на мир. То у Зеленского в голове бомбы, ну правильно, чтобы уничтожить Путина, что логично, и некая черная женщина, которая отвернулась от Путина в другую сторону. То есть, этот мечтает о Трампе, который отвернется от Зеленского. Трамп смотрит там тоже в другую сторону, но за знаком вопрос. А Зеленский смотрит черная женщина, отвернувшаяся от Путина. И возникает вопрос, кто это, черная женщина, потому что там только силуэт, больше ничего нет. И тут я вспомнил, ну конечно, если это случится, это возбудится великое пророчество Шительмана, написанное еще в 2020 году в книге «Эффект летучей мыши». В книге «Эффект летучей мыши» я предсказал события 2024 года. Я написал, это была, по-моему, последняя глава или предпоследняя глава, что книги, кстати, если что, внизу тоже продаются по ссылке. Все книги Шительмана электронные, правда, не бумажные. Значит, я писал, что в 2024 году, тогда и с 2020 далекого года, когда еще войны полномасштабной не было, что сходятся трое выборов. Путин, Зеленский, США, ну в смысле Украина, Россия, США. Тогда еще не предполагалось, что это будет Путин, потому что предполагалось, что у Путина закончится последний конституционный срок. Я это учитывал. Зеленский, спорный вопрос, будет ли выдвигаться на второй. И Америка. Вот я писал эту книгу, заканчивал книгу в день, когда Байден стал президентом США в 2020 году. И было непонятно, что будет в следующий раз. И вот действительно мы сошлись, этот год приближается, и именно в нем сходится все так. Но я тогда сделал прогноз, что возможно появится некая четвертая сила, что ли, во всей этой картине. Я высказал мнение, что ей может оказаться Камила Харрис. И тут же вспоминается мне песня группы «Аукцион День Победы», в которой есть строчка «Хочется, хочется, черную смелую женщину». Не знаю, будет ли это Камила Харрис, но Зеленскому хочется. Хочется черную смелую женщину, которая, видимо, возглавит США и отвернется от Путина. Таково мое толкование того, что я увидел в верхней части ребуса журнала «Экономист». Дальше рядом они еще все мечтают о космосе, что один, что другой. Но что интересно, у Путина космос – это некая ракета, типа такая, как протон, да? Ну, такая, которую Рогозин, как мы помним, предлагал ударить ей по Киеву космической ракетой. То у Зеленского это космический аппарат, который способен сесть то ли на Луне, то ли на Марсе с посадочным. То есть у Путина без посадочного аппарата, у Зеленского с посадочным аппаратом. Украинцы собираются лететь в космос, куда-нибудь садиться, что-нибудь изучать. Россияне собираются, если лететь в космос, кого-нибудь взрывать, просто падать на планету. Как они в этом году, в прошедшем, ну, заканчивающем году ударили ракетой по ни в чем не повинным лунянам. Наверняка много убили лунян, просто мы еще пока не знаем. Но когда-нибудь россиянам это тоже будет предъявлено. Ну, понятно, что в середине всей этой картины, значит, большой избирательный, большая избирательная урна. Потому что, вот как я и сказал, там, и там, и там выборы везде, кроме Китая. Ну, а нижняя часть полотна, это как бы менее важно. Потому что то верхняя часть айсберга, Путин, Зеленский, под вопросом Трамп и черная смелая женщина. А в нижней части, значит, Байден и Си тоже не смотрят друг на друга. Я думаю, что по результатам этой вот недели, буквально этой, стоило бы, стоило бы экономисту слегка поменять свой прогноз и повернуть Байдена и Си лицами друг к другу. Потому что, как сказал Си Цзиньпинь на прошедшей встрече, мы сегодня с вами ведем Шетельман за неделю от 17 ноября. И, конечно, подводя итоги недели, мы обязаны добрым словом вспомнить эту самую встречу, встречу в Сан-Франциско между Си Цзиньпинем и Джо Байденом. Китай готов быть другом и партнером США, сказал Си Цзиньпинь. Кстати, встречался Си Цзиньпинь также с представителями крупного американского бизнеса, и они аплодировали выступлению Си Цзиньпиня. Значит, Рейтерс отмечает, что заявление Си Цзиньпиня прозвучало на фоне стремления Китая успокоить мировой бизнес. Си сказал, что мир нуждается в том, чтобы Китай и США работали вместе, и неправильно рассматривать Китай как угрозу, и играть с ним в игру с нулевой суммой. Он заверил аудиторию, что независимо от того, как будет развиваться глобальный ландшафт, историческая тенденция мирного сосуществования между Китаем и США не изменится. То есть, сосуществование. К этому мы пришли, надеюсь, обложка журнала Икономист окрасится новыми красками. Но, но, в нынешнем виде в обложке журнала Икономист, которую мы с вами обсуждаем, есть тревожная, тревожная совершенно не кнопка, а сигнал. Дело в чем, вся эта обложка, она как бы черно-белая, но с использованием еще трех цветов. Белого, синего и красного. Какого хрена там российский флаг делает? Вы посмотрите на эту обложку, кто видел, посмотрите, сейчас залезьте, Михаил Штельман с Киева в телеграм-канал и посмотрите. Это российская провокация, это россияне рисовали явно. Синий, красный, белый. Почему? Где? Где Украина? Где желтый цвет? То есть на это намекает Икономист, что ничего не будет? Ну и, кстати, к сожалению, уже пока мы обсуждали прошлую обложку, пока я вам обещал ее обсудить, пока обсуждал сейчас с вами, сегодня Икономист выпустил новый номер, на который тень профиля Трампа покрывает собой землю и, главное, покрывает собой Европу. И пишет Икономист о том, что избрание Дональда Трампа в предстоящем году является самой большой угрозой миру 2024 года. Это не мое мнение, это мнение журнала Икономист, я не знаю, я не уверен. Я знаю, что среди моих зрителей, моих друзей, наверняка есть много трампистов, у каждого своя правда, я не вмешиваюсь внутренне дела США, я считаю, что Украина не должна вмешиваться, потому что уже россияне вмешивались, уже они топили за Трампа в прошлый раз, в 2016 году, они в Москве устроили стрельбу в воздух на радостях, и шарики, и чепчики, и лифчики бросали в воздух, когда Трамп победил. Что Трамп им сделал? Шиш с маслом сделал Трамп по отношению к Российской Федерации. Я думаю, что и в этот раз, даже в случае победы Трампа, они получат шиш с маслом, в буквальном смысле этого слова. Масло будет идти как гуманитарная помощь после того, как Трамп разорит Россию хотя бы экономически, если не военным способом. Вот так мы с вами с шутками-прибаутками прошлись по обложке журнала Economist. И я думаю, что за мои старания прямо сейчас придется вам поставить подписку на канал Штельман, потому что опять неделя прошла, у меня все еще по-прежнему 309 тысяч подписчиков. Стыдно кому сказать, стыдно признаться, что 310 тысяч так и не стало. Особенно, если вы посмотрели это видео на другом канале, перейдите сейчас по ссылочке внизу в описании, где написано, подпишись на канал Штельман, подпишитесь и поставьте, конечно, лайк. А теперь исполняю второе обещание. Помните, я обещал, что в сегодняшней передаче примут участие котики, боевые котики. Вот мой котик любимый здесь, в Израиле. Да, в Израиле водится много хороших, очень рыжих котиков. Вы давно, я знаю, что вы соскучились по рыжему котику. Вот он со мной приехал в Израиль. Зачем я сегодня, зачем сегодня совершенно неожиданно такой рыжий большой котик принимает участие в нашей программе? Сейчас я вам все объясню, я вам все объясню. Ты, котик, если хочешь, посиди, послушай, про твоих собратьев будет речь. А если не хочешь, можешь уже идти, ну, как захочешь. А я буду вам, ребята, зачитывать письмо, которое обязало меня, что ли, сделать то, что я сейчас буду делать. Письмо от Юлии Стрижкиной. Юлия Стрижкина, она занимается профессионально собаками в разных видах, председателя разных общин, там, что-то такое. А, в общем, член Киня World Dog Press Association и также входит в спилку самаритян-кинологов Украины. Значит, написано мне такое письмо, что я буду переводить синхронно с украинского языка, не обессудьте, что будет медленно. Мы начали реализацию проекта «Собаки-герои», который рассказывает про хвостатых воинов, которые вместе с людьми на одном уровне выполняют задачи по защите населения Украины и по освобождению территорий от российских захватчиков. Этот проект реализуется в виде календаря, который посвящен участию четырехлапых сотрудников ДСНС, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, Державной прикордонной, то есть пограничной службы и их напарников. То есть как бы четвероногие, а напарники – это люди, видимо, имеется в виду, обычно говорят четвероногие напарники. Здесь наоборот получается четвероногие участники, воины и их напарники. Значит, будет издан календарь, в котором каждая страница посвящена какому-то эпизоду, где принимали участие собаки. Сейчас вам про эти эпизоды тоже отдельно расскажу. Календарь на 2004 год, а каждая страница посвящена событиям 2022-2023 годов. Мы им потом дальше расскажем. Дальше, значит, что произошло? Что в начале проекта были многие, кто готов был его поддержать, но сейчас, когда мы начали над ним работать, то остались без поддержки, пишет мне Юлия Стрижкина. И, значит, она попросила помочь, я решил, что надо помочь. Действительно, есть собаки-герои, которые, сейчас я вам зачитаю, что делают. Ну, все мы знаем там Пса Патроны, но ведь собак-то много героев, которые служат в самых разных украинских службах. И я когда прочитал, в чем суть проекта, мне отчасти показалось такое, типа, знаете, не очень серьезное. То есть это не что-то в вопрос выживания, не вопрос жизни и смерти вообще. Это не как раньше. Раньше мы собирали деньги, чтобы спасти животных из Керсона. Или, скажем, чтобы спасти, помочь вот ребятам, которые на фронте согреться в окопе. Это был вопрос выживания. Здесь этот проект, скорее, такое красивое поздравление собакам-героям и тем, кто их воспитал. Конечно же, в первую очередь, тем, кто их воспитал. С Новым годом. Юлия и ее вот эта организация, вся эта World Press Dock Association, там, спилка и так далее, они решили организовать, значит, сделать календарь 12 месяцев, 12 разных историй про собак, служащих в наших вооруженных силах, но не именно в ВСУ, а вот в тех видах, которые я зачитал, и организовать церемонию награждения всех этих самых, как их называют, сейчас вам скажу, проведение церемонии награждения собак-героев, ну, соответственно, их воспитателей, памятными какими-то наградами, медалями. А также закупка амуниции для этих собак. Вот я и попросил подробно распишите мне бюджет, она расписала, значит, ну, там церемония награждения сама, которая будет в декабре, это всякие там аренды помещений. Как выяснилось, когда с собаками проводишь мероприятие, то дороже обходится. Награды в коробочках 13 штук. Угадайте, почему 13? Я бы ни за что не угадал. 12 дней, месяцев в году, а еще одна собака на обложке, итого 13. 13, значит, этих наград в коробочках. Печать баннера, аренда стойки для вручения наград, пакеты, в которых это вкладывается, бла-бла, в общем, там всякое. Плюс приглашение представителей СМИ, которые придут и про все это напишут. Ну вот, то есть понятно, что все это не как бы жизненно важная история, но мне показалось, что при расходах, которые планируются, значит, на календарь они планируют, вот вы видели у меня опять-таки в Телеграм-канале Михаил Штриман с Киева, вы могли видеть, как выглядят эти страницы календаря, и таких будет 13. На весь календарь, на печать ста экземпляров нужно 38 тысяч гривен, 38 тысяч гривен, но это, грубо говоря, тысяча долларов, кто за границей проживает, и не понимает, что такое 38 тысяч гривен. Еще чуть больше тысячи с небольшим на саму церемонию. То есть на весь этот праздник для собак новогодний предполагается потратить чуть больше, чем 2 тысячи долларов. И если они, ребята, эти девчонки, соберут больше денег, чем 2 тысячи долларов, то остальные деньги идут на бронежилеты для собак. Есть такие, оказывается, бронежилеты для собаки, кстати, стоят 500 долларов, один бронежилет для собаки. Вот. Уже у них готовы такие страницы календаря, как, значит, месяц май, например, месяц, в котором бойцы Азова вышли с территории Азов-Стали. Пес Один, или один, видимо, Один, с кинологом Национальной гвардии Украины Максимом, позывной Симан. У Одина большой боевой опыт. Вместе с предыдущим хозяином был участником трагических событий на Азов-Стали, награжден медалью за отличную службу первой степени. В настоящее время работает на поиске взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов на востоке страны. За участие в операции в Мариуполе получил еще медали второй и третьей степени. Это, оказывается, есть медали для собак, я даже не знал. Месяц февраль, значит, пёс Ли и кинолог Алексей, позывной Тихон. Эта собака была передана Общественной организации и Союз самаритян кинологов Украины для прохождения службы в рядах Нацгвардии, участвовал в выполнении боевых задач в городе Киев и Киевской области, а также в Харькове. Одна из задач помощь в выявлении опасных предметов и задержание нарушителей, в том числе на блокпостах. Сентябрь, здесь мы отразили, пишет эта девушка, отразили период, когда оккупанты оставляли заминированные игрушки на детских площадках. И вот собака Кейт и кинолог Виталий Петрович Литвин, капитан полиции, значит, специальная собака Кейт работает по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия в Киеве, была привлечена к проведению обысков в общественных городах, школах и детсадах. Входит в группу реагирования на анонимные заминирования. Август, значит, собака из Управления Государственной Охраны Украины. Пес Брэд его зовут, и его напарник миссия по охране должностных лиц и иностранных делегаций. В декабре, кто у нас в декабре, месяц надежд в преддверии Нового года, поэтому на фото декабря решили выразить нежность, поддержку и надежду на светлое будущее. Поэтому в декабре на странице календаря будет Голден Ретривер по кличке Нора, владелец Надежды Торчук. Надежда канистерапевт, то есть Нора это собакотерапевт, специалист из мира животных. Канистерапия одна из эффективных методов лечения, а также медицинской и социальной реабилитации с помощью специально обученных собак. Ну и сейчас в работе месяц октябрь, в котором покажем сотрудницу погранслужбы Алину Панину, которая вернулась в Украину из плена после того, как попала туда с Азовстали, вместе с двумя собаками. А собаки до сих пор в плену. Собаки до сих пор в плену, их судьба до сих пор неизвестна, но верим, что они живы. Хотим показать этих собак как символ всех четырех лапых заложников этой войны. Вот такие грустнейшие истории и героизма, истории и, не знаю, трагедии каких-то больших, мне кажется, и собачьих, и человеческих. Меня растрогали все эти письма, поэтому, что я предлагаю тем, кто хочет, тем, кто любит собак. Не все же любят котиков у нас на канале, некоторые любят собак. Если вы любите собак, то я внизу разместил первой ссылкой, прямо ссылка на банк и написал для военных собак. Значит, цель собрать вот эти 200 небольшим тысяч долларов, ну, в пересчете в гривны это будет там, по-моему, около 100 тысяч гривен. Это цель собрать 100 тысяч гривен, чтобы вот эти ребята, которые всем этим организовывают, они мне написали тут много чего тут, кто делает фотографии, кто что. Они сами волонтерят, естественно. цель провести это мероприятие, то есть календари вручить вот этим ребятам, которые воспитали этих собак, которые воюют вместе с ними, самим собачкам какие-то награды, праздник, пусть будет новогодний праздник и у собак, и у их владельцев. Наверняка вы еще спросите, а где купить такой календарь? Ну, ребята, календаря пока нет, я не могу ничего сказать и организовывать продажу бумажного календаря прямо не в моих силах. Мое предложение такое, что если удастся собрать нормальную какую-то сумму и девочки все это сделают, соответственно, то есть они сделают, то в любом случае я верю, то я у них спрошу, можно ли допечатать тираж, ну, они как-то разместят это где-то, где можно будет купить, не знаю, дополнительный тираж. Поэтому, как видите, на проект много не надо, это не спасение херсонских животных, где мы с вами собрали миллион гривен. На этот проект не надо много денег, поэтому если у вас есть возможность там 100 гривен, какие-нибудь 200 гривен может, то вот банка внизу в описании. Кстати, если вы смотрите эту передачу «Шетельман за неделю» от 17 ноября, на одном из каналов, этом, 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 но не на канале «Шетельман», очень просто, перейдите на канал «Шетельман», ссылка на канал «Шетельман» всегда есть в описании, перейдите, и вот там вы под этим видео, «Шетельман за неделю» от 17 ноября, найдете вот эту ссылку на банку, монобанка, там можно по карточке жертвовать, как хотите можно жертвовать, эти небольшие сразу прошу, тут много денег не надо, это не спасение жизни, это праздник для собак, наших четвероногих друзей, перед которыми, мне кажется, мы в большом с вами долгу, все, кто в Украине живет. Я лично все время думаю, блин, как это несправедливо, люди решили воевать между собой, почему собаки должны в этом принимать участие. Но в то же время собака, друг человека, живет с ним, поэтому разделяет вместе с ним все его и беды, и радости, как вот этот котенок, который только что рыжий сидел рядом со мной. В общем, ссылка на монобанк здесь. Ну и, конечно, потом, когда все это произойдет, мне пообещали, что мне пришлют все фотоотчет с этого мероприятия, и как минимум виртуальный календарь мы точно увидим. Кто видел, первые пять страниц календаря уже на Телеграм-канале. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok